По статистике, именно чемпионат Европы 2004 года стал первым крупным турниром для большинства наших подписчиков. Он же, возможно, самый звездный за всю историю чемпионатов Европы. Рауль, Зидан, Бекхэм, Фигу, Давидс, Баллок, Ларсон, Дель Пьеро, с ума сойти! А ведь еще были совсем юные Роналду, Руни и Ибрагимович. Вот это воля! Вот это команда! Вот это характер! В этом выпуске мы немного поностальгируем по былым временам, а самое главное, расскажем, как сложились судьбы лучших футболистов того розыгрыша. И что с ними сейчас. 1-0, Бортугалия в шоке, дорогие друзья! Не летают так мячи, вы понимаете? Не летают так мячи! Петр Чех, сборная Чехии. Итак, вратарь 1-й номер Петр Чех из Ренна, но все прекрасно знают, что он сразу после окончания чемпионата Европы начинает свою карьеру в составе английского Челси. На чемпионат Европы в Португалию 22-летний Чех приехал в качестве лучшего голкипера Франции в составе Ренна. Еще без своего знаменитого шлема танкиста. И вот с кем ему предстояло конкурировать за звание вратаря турнира. Фабьен Бартес, Джан-Луиджи Буфон, Икер Касилиас, Оливер Канн, Вандер Сар. Более того, с немцем и голландцем жребий свел Чеха уже на стадии группового этапа. Вот это был самый красивый гол чемпионата. Один из, по крайней мере, достал. Потрясающе. Достал, вы посмотрите, Мартин Чех кончиками пальцев, но дотянулся до мяча. Робен подает. Удар! Чудеса акробатики демонстрирует Петр Чех. Как он умудрился сейчас ногами отбить. Вандер Мейде и вновь Петр Чех. Браво, Чех. Ну, браво! Молодой талант переиграл и того, и другого. Тем самым помог своей команде сенсационно набрать 9 очков. В четвертьфинале надежная игра Чеха не оставила ни единого шанса датчанам. Единственная команда сборной Чехии, которая набрала 9 очков в групповом турнире. Исход полуфинала решил единственный гол греков в дополнительное время. Тем не менее, именно Чеха назвали лучшим вратарем турнира. После чемпионата Европы Петр подписал договор с Челси. Голкипер быстро подтвердил класс в премьер-лиге и в сезоне 2004-05 помог лондонцам завоевать первое за 50 лет золото, став лучшим вратарем мира. Под занавес карьеры Петр перешел в арсенал, с которым завоевал свой пятый кубок Англии. Всего же за карьеру Чех выиграл 18 трофеев и по праву вошел в историю футбола как один из лучших голкиперов всех времен. После карьеры Чех получил степень магистра делового администрирования. До 2022-го занимал пост технического директора Челси, пока Абрамович не продал клуб. Освободившись, Петр Чех всерьез занялся хоккеем. В 2019-м он уже удивлял футбольный мир своим появлением в воротах полулюбительской команды. Тогда казалось, что это просто шоу. Однако за эти без малого пять лет Чех прошел путь от любителей до профессионального хоккея. Поиграл во всех лигах Великобритании, четвертая, третья, вторая. А в ноябре прошлого года из Соединенного Королевства пришла вот такая новость. Бывший вратарь Челси и Арсенала присоединился к команде элитной хоккейной лиги Belfast Giants. На секундочку, на тот момент действующего чемпиона Британии, страны, которая представлена на чемпионате мира в этом году, подписывали Чеха в экстренном порядке после травмы двух запасных вратарей. Конечно, можно спорить об уровне этого хоккея, ведь Великобритания совершенно не про этот вид спорта. Но для понимания, в команде Чеха играют 12 канадцев, 7 американцев, швед и всего 5 британцев. В этом году Belfast финишировал в групповом этапе хоккейной лиги чемпионов выше финской Таппоры. Таппора – это действующий чемпион Финляндии и победитель прошлогодней лиги чемпионов. Пока Чех в официальных играх участия не принимал, но в любом случае это очень круто. А сделать просмотр более увлекательным помогут мои постоянные партнеры из One X. Больше 17 лет на рынке, они ежедневно принимают прогнозы на спортивные события. One X – спонсоры таких команд, как PSG, Barcelona, Team Spirit, а также главные спонсоры турниров по Counter-Strike ESL, футбольной серии А и многих других. А секрет успеха прост. Быстрые выплаты на большинство платежных систем, пополнение без комиссии, регистрация в один клик без паспорта и стабильность, проверенная годами. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и наслаждайтесь игрой. Для всех новых игроков, кто зарегистрируется по нашему промокоду KMU, ждет приятный бонус. До 25 тысяч рублей на первый депозит. Досматривайте и присоединяйтесь. На момент чемпионата 28-летний греческий защитник был всего-навсего игроком ротации итальянской Ромы. 8 полных игр в серии А за сезон. Однако в Португалии Троянос стал одной из ключевых фигур грандиозного успеха греческой сборной. Игра греков в обороне, в частности Делоса, является ответом на вопрос, почему лучшим голкипером стал Чех, а не Никаполидис, который пропустил меньше всех на турнире. До второго мяч доходил крайне редко. В плей-офф команда Делоса и вовсе не пропустила ни одного. В следующем сезоне грек закрепился в основе Ромы и был одним из тех, к кому у фанатов не было вопросов после провала в серии А. Однако уже в 2005-м в статусе свободного агента вернулся в АЕК, где и закончил в 2012-м. Двукратный обладатель Кубка Греции и чемпион Европы. Звучит. Через год после ухода защитника АЕК впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона, а затем из-за финансовых проблем опустился аж в третью лигу. Троянос уже в качестве тренера за два сезона вернул АЕК обратно, а потом несколько сезонов подряд финишировал с разными греческими командами на восьмом-десятом месте чемпионата. Сейчас возглавляет местный ОФИ Крит, с которым также идет в десятке. Рикардо Карвалью. Сборная Португалии. К домашнему чемпионату Европы 26-летний Карвалью подошел в статусе действующего обладателя Лиги чемпионов в составе Порту. Он же был признан лучшим защитником года по версии УИФА. Резкий скачок в карьере, если учесть, что в сборной он дебютировал всего год назад. После обидного поражения в финале, Рикардо Карвалью перебрался на Стэнфорд-Бридж вместе с соотечественником Жозе Мауриньо. Проведя шесть блестящих лет в Лондоне, выиграв три титула премьер-лиги, португалец воссоединился с Мауриньо уже в Мадридском Реале, где также выиграл все, что только можно, на местном уровне. В 35 поехал доигрывать во Францию. В 38 стал чемпионом Европы. В 17-м году португальский защитник съездил подзаработать в Китай, где и повесил бутсы на гвоздь. На заработанные деньги открыл собственную академию. Помимо этого проводит индивидуальные тренировки. Летом 23-го в сеть попала фото защитника сборной Англии Магуайра в компании португальца. По итогам предыдущего сезона англичанин потерял место в составе МЮ. Восемь полных игр в премьер-лиге. Ходили активные слухи о его скорой продаже. Вместо отпуска Магуайр отправился в частный тренировочный лагерь, базирующийся в Португалии. Работал в режиме трехразовых тренировок. Карвалью отрабатывал с защитником упражнения один в один. В итоге Магуайр вернул себе место в составе Юнайтед. Помимо частной тренерской деятельности, Рикарду трудится и на благо родины. Бывший футболист с марта 23-го входит в тренерский штаб португальской сборной. До этого несколько лет помогал Андре Вилошу Бошу во французском Марселе. И, как несложно догадаться, ответственен за игру в обороне. Георгиос Сейторидис. Сборная Греции. Сейторидис – еще один представитель команды «Сенсации». 23-летний правый защитник сборной Греции дважды за турнир на своем фланге связал по рукам и ногам восходящую звезду мирового футбола. Сейторидис получает передачу защитник. Пенальти. Сто процентный пенальти. Сейторидис. Кто же там нарушил правила? Давайте посмотрим. Как раз таки выше, чем из-за них. Заналду, да. Удар 2-0. Без шансов. Греческое чудо на стадионе Драгао. Сборная Греции обыгрывает хозяев поля со счетом 2-0. Кто бы мог подумать, дорогие друзья? Новоиспеченный чемпион Европы и действующий чемпион Греции в составе Панатина Икоса, казалось бы, сделал правильный шаг для дальнейшего развития карьеры. Сейторидис перешел в Порту. Португальцы, как никто другой, умеют подготавливать футболистов к большим клубам. При том, что еще на Евро после полуфинала с чехами на игрока уже выходили представители Реала. Однако через год Грек неожиданно соглашается на переезд в Россию. Еще вчера Георгио сыграл с Челси, ПСЖ и Интером. Выиграл Евро и был интересен Реалу. Через полтора года проигрывал Шиннику, Сатурну, Томску и Тереку. Шесть поражений в восьми играх. В 2006-м защитник пытался реанимировать свою карьеру в Атлетико Мадрид. Но, как оказалось, было уже поздно. Лишь первый сезон он более-менее может занести себе в актив. Потом игрок больше лечился и восстанавливался. Через два года в качестве свободного агента вернулся в Панатинаикос, где и закончил в 2013-м. За последние шесть лет Грек провел на поле в чистом времени 78 полных игр. Для сравнения, защитник Манчестер-Сити Рубен Диаш в этом сезоне отыграл 42 матча. Сегодня бывший футболист занимается политикой. Сейторидис вступил в партию действующего премьер-министра Греции. На парламентских выборах летом 23-го был кандидатом в одном из избирательных округов, но не был избран. Однако, по его же словам, будет баллотироваться снова. Джанлука – единственный представитель символической сборной из команды, которая даже не вышла из группы. Тем не менее, Дзамбротто был одним из немногих итальянских игроков, заслуживших похвалу за свое выступление на турнире. Именно он поучаствовал в двух забитых мячах в ворота Болгарии, которые должны были вывести Италию в плей-офф. Однако в параллельной игре «Швеция-Дания» происходили очень странные вещи. Вот расклады перед игрой. В случае победы шведов или датчан, Италия идет дальше. Ничья 0-0 или 1-1 также устраивают итальянцев. Для того, чтобы выкинуть сквадру от Зуру, скандинавы должны были сыграть 2-2. Ну, честное слово, серьезно относиться к происходящему невозможно. Шведы торжествуют, но и можем сказать о том, что итальянцы уже находятся в ауте. Все ясно. Все ясно, как завершится. Третий тур в группе «Ц». Сборная Швеции занимает первое место. Датчане остаются на второй позиции. 2-2. Вот тот самый счет, который мы сейчас видим на флаге. Последние минуты команды катали мяч на своей половине поля. У нас сегодня на турнире выбывает второй фаворит. Итальянцев многие относили к числу претендентов на чемпионский титул. Сборная Италии возвращается домой несолонно хлебавши. В 2006-м четырехкратный чемпион Италии Дзамбротто был одним из тех футболистов, кто покинул Ювентус после дисквалификации команды с последующим понижением в серию «Б». Затем была победа на Мудиале в Германии, суперкубок в составе Барселоны и чемпионство с Миланом. Завершил карьеру Дзамбротто в возрасте 36 лет в швейцарском клубе «Кьяссо» в 2014 году, который позже стал тренировать. Работал в Индии и в Китае, но вскоре отошел от футбола. С 2018 года активен в ресторанном бизнесе. В 2021-м открыл свой уже пятый по счету спортивный центр, посвященный такой игре, как падл. Это быстро развивающийся вид спорта, сочетающий в себе классический теннис и сквош. В последнее время все чаще говорят о скором включении дисциплины в Олимпийские игры. Наиболее титулованными спортсменами являются представители Испании и Аргентины. Цель Джанлуки – воспитать в Италии будущего чемпиона мира. Манише. Сборная Португалии. Перед турниром Манише уже высоко котировался в Европе. Чемпион Португалии в составе Порту, обладатель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Включение 27-летнего полузащитника в символическую сборную открывало перед ним новые горизонты. Как минимум, новоиспеченный наставник Челси Мауринью очень хотел видеть футболиста в Лондоне. Однако вице-чемпион Европы предпочел перейти в московское Динамо. На тот момент это самый дорогой переход в истории российского чемпионата. И как будто этот выбор уже говорил о многом. Парень в большой игре ненадолго. Так и получилось. За бело-голубых португалец отыграл всего 13 игр. Карьеру футболиста как мог спасал Мауринью, при котором Манише и расцвел в Порту. Но даже вера наставника не помогла. Дважды Жозе арендовал полузащитников Челси и Интер. Однако и там, и там игрок отыграл всего по две полные игры. Были еще несколько неровных сезонов в Атлетико Мадрид и разорванный контракт еще до его истечения. Заканчивалось все немецким Кёльном и возвращением на родину. Шесть клубов за шесть лет. В наши дни Манише можно увидеть в роли эксперта на спортивном телевидении Португалии, где он также, как и в бытности игроком, испытывает трудности из-за своего характера. В 22-м финалист чемпионата Европы в прямом эфире поругался со своим руководителем. После чего забрал свою трудовую и перебрался на Порту ТВ, где трудится и по сей день. Помимо работы на телевидении, является партнером виноградника. Павел Недвед. Сборная Чехии На момент Евро Павел Недвед являлся самым статусным футболистом из этого списка. 32-летний капитан чешской сборной прилетел в Португалию в качестве действующего обладателя золотого мяча. И финальный свисток. Сборная Германии проиграла сборной Чехии 1-2 и выбыла с чемпионата Европы 2004 года. В правильном матче сборная Голландии выиграла Латышей 3-0 и составила пару чехов, выйдя в четвертьфинал вместе с этой командой от группы Д. Недвед. Удар! Что творят чехи во втором тайме? Фантастическая игра! Ну просто разорвали! Разорвали чехи в соперников! В следующие два года Недвед к своим 15-ти трофеям добавил еще две победы в чемпионате Италии, а также был одним из тех, кто остался в команде после дисквалификации Ювентуса и дальнейшего понижения в серию «Б». Павел вернул старую сеньору не только в высшую лигу, но и в лигу чемпионов. Только после этого повесил бутсы на гвоздь. 36 лет. Осенью 2010-го Павел Недвед вошел в совет директоров Ювентуса, который возглавил Андреа Аньелли. В 2015-м был назначен заместителем председателя совета директоров, то есть стал вице-президентом. При их совместной работе клуб 9 лет подряд становился чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по пять раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Вот только закончилась сказка туринцев не очень красиво. Как и в 2006-м, клуб был снова вовлечен в громкий скандал. На этот раз связанный с финансовыми махинациями для обхода правил фейерплей. На фоне скандала в ноябре 2022-го весь совет директоров Ювентуса, включая Недведа, подал в отставку. Зимой 2023-го года Чеха на 8 месяцев отстранили от футбола. В итоге экс-футболиста Ювентуса оправдают, и он снова сможет работать без ограничений. Очевидно, что Павел и дальше планирует двигаться как управленец. Из последнего Недвед отказался занять пост спортивного менеджера сборной Чехии, а совсем недавно появился на игре команды из второй Лиги Саудовской Аравии. Совпадение? Не думаем. Криштиану Роналду. Сборная Португалии. Евро-2004. Это еще такой турнир, когда приходилось уточнять, о каком Роналду идет речь. Первый подобного масштаба для 19-летнего вундеркинда. О железном месте в составе речь тогда и не шла. Стартовую игру с греками Криштиану начинал на скамейке. Во втором туре против России ему доверили всего 12 минут. Матчеразрез на Роналду. У него скорость просто потрясающая. У наших игроков уже не было сил гоняться назад. Ну что ж, наша команда вторую игру проиграла на этом турнире подряд. Наша сборная стала первой командой, которая досрочно предпидает чемпионат. Но, в последнее время, досрочно определилась ее судьба. Игроки в большиную замену организовали этот гол. Криштиану Роналду и Руйкошта. С испанцами 17-й номер сборной Португалии отбегал уже практически целый матч. Затем 120 минут с англичанами и хладнокровно реализованный пенальти в послематчевой серии. Гол и голевая в полуфинале с Нидерландами. А вот и гол. А вот и гол. И Криштиану Роналду празднует свой забитый мяч. Ах, какая умница Роналду. Такой сложный удар, как изощрен технически от земли. К финалу все камеры были направлены только на него. Четыре результативных действия в пяти неполных играх. УЕФА признает Криштиану лучшим молодым игроком турнира. И кто знает, как бы все сложилось, выиграй Роналду в свои 19, чемпионат Европы. Слишком уж легко и быстро ему бы все далось. Но Португалия проиграла. А замотивированный игрок продолжил работать с удвоенным усердием. Ну а что было дальше, вы все прекрасно знаете. Криштиану Роналду – один из двух величайших футболистов всех времен. Сегодня уже его шестой чемпионат Европы. 20 лет на высочайшем уровне. Добавить тут больше нечего. Теодорос Загаракес. Сборная Греции. Карьера Загаракеса – настоящее олицетворение сборной Греции. 32-летний капитан практически всю свою футбольную жизнь провел в местном чемпионате, выступая за ПАОК и АЕК. И лишь на два года отъезжал в английский Лестер-Сити. Команда тогда шла на 8-10 месте в АПЛ. Капитан, что называется, звезд с неба не хватал. Сейчас уже мало кто вспомнит, но будь тогда сборная России чуточку поудачливее, она отправила бы Греков домой. Сзади остался Радимов в центральном круге. Удар, гол. Вот так вот. Вот так вот мы играем сегодня. Кириченко. Кажется, да? Булыкин. Ну что ж, Булыкин. Отлично. По ноль. У Греции с Испанией было равенство по очкам, личным встречам и разницы забитых и пропущенных. Пропустить греки на один мяч больше и сказка бы закончилась, не успев начаться. Наш футболист. Опасный момент. Забейте же. Ай-яй-яй. Испания в слезах. Нам-то что, мы ведь выигрываем. Загоракис вряд ли мог кого-то вдохновить своим футболом, но сделал все, что от него требовалось. В итоге именно он был признан лучшим игроком турнира. Я напомню здесь, что чемпион Европы действующий. Это сборная Франции. И на нее в основном все ставят в этом чемпионате. Егор, ты на кого ставишь? Конечно, Франция. Я тебе сказал еще в Москве задолго до начала этого турнира. Я сказал, что если будет чемпиона, то только французы. И финальный звездок Андреса Фриска. Греки ликуют. Греки добрались до полуфинала, во что никто не верил. Франция. Франция оказалась поверженной. Возможно, мы сегодня увидели закат великой команды. Однако великой... Счастье было так близко, так возможно. Сборная Чехии могла повторить свой успех образца 96-го года. Могла выйти в финал, но нет. Ну а что же было дальше? Чемпион Европы в статусе свободного агента перешел в итальянскую Болонию и вылетел с ней в серию B. Поскольку клуб не мог позволить себе платить легионеру во второй лиге Теодорос, вернулся в родной Паук, где и закончил в 2007-м. Сборная Греции, в свою очередь, не отобралась на чемпионат мира 2006-го года и проиграла все игры на Евро 2008. Та победа греческой сборной стала настолько ярким, значимым событием для всей страны, что футболисты сполна пользуются всенародной любовью в политических целях. Например, Загоракесу сразу после завершения карьеры доверили пост президента Паука. И это в 37 лет. За несколько лет ему удалось вывести клуб из плачевного финансового положения, закрыть все долги и выйти в плюс. Дальше больше. Бывший футболист с головой ушел в политику. С 2014 года Загоракес представлял Грецию в Европейском парламенте. В 2021-м был президентом Федерации футбола Греции. На сегодняшний день он состоит в политической партии «Движение к переменам». Уэйн Руни. Сборная Англии. Уэйн Руни ворвался в международный футбол в возрасте 18 лет. Да сделал это так, что двери сорвало с петель. На тот момент форвард Эвертона стал настоящим открытием. 11 очков по системе «Гол плюс пас» в 17 первых играх за взрослую сборную. После поражения от французов Руни чуть ли не в одиночку вытащил команду Англии в плей-офф. 4 гола и передача в играх со Швейцарией и Хорватией. Повторимся в 18 лет. Неудобные две передачи. Руни будет бить поворотом. И какой гол вундеркинда! Браво! 8-й гол в 16 матчах за сборной. Фантастический показатель, учитывая возраст этого игрока. 18 лет. Именно он настоящий лидер англичан на этом турнире. Потрясающая игра молодого парня. Просто потрясающая. Если мы говорили, что Роналду раскрывался постепенно, то англичанин с первого дня играл так, будто с пацанами во двор вышел мячик попинать. Однако травма на 27-й минуте 1-й четвертой не позволила Руни стать лучшим молодым игроком. Более того, возможно, именно его и не хватило англичанам для прохода дальше. Уж очень легко ему все давалось. У нас на канале есть отдельный выпуск о Буэйне. Называется «Как Руни губил свой талант». Многим это не понравилось. Мол, бред полнейший. Всем бы так загубить свой талант. Он пятикратный чемпион Англии. Выиграл все, что можно внутри страны. И по несколько раз победитель Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Лучший бомбардир в истории Манчестер Юнайтед. В моменте лучший бомбардир сборной Англии. Все правильно. А теперь представьте, если бы Руни соблюдал режим и хоть немного тренировался. Парень дебютировал в 16. В 17 забил 8 в самом сложном чемпионате. К 21 году за три сезона в Манчестер Юнайтед нападающий набрал 89 очков по системе гол плюс пас в 21 год. У Криштиану за тот же период было только 75 результативных действий. Что может говорить о том, что англичанин был даже талантливее своего визави. И при должном отношении Уэйн мог быть где-то там, на самом верху, рядом с Роналду и Месси. Но этого и близко не было. Уэйн все эти годы просто эксплуатировал свое бычье здоровье, которым его одарила природа. Поэтому в 35 Месси выигрывает долгожданный Кубок Мира. В 39 Роналду едет на свой шестой чемпионат Европы. А ровесник португальца Руни уже пять лет как тренирует. И получается у него, прямо скажем, не очень. Все команды, которые легенда Манчестер Юнайтед тренировал, в конечном итоге оказывались в зоне вылета. В мае Уэйн возглавил Плимут Аргайл. Показательно, что клуб остался в чемпионшипе, опередив на одно очко Бирмингем-Сити. Напомним, Бирмингем, Руни тренировал с октября по январь этого года. Милан Барыш, сборная Чехии. Милан Барыш – лучший бомбардир чемпионата Европы 2004. Чех забил пять и еще дважды ассистировал партнером. На тот момент нападающему Ливерпуля не было и 23. Парыш забил Латвии, Нидерландам и Германии. В четвертьфинале оформил дубль в ворота Дании. Ничего не скажешь, футболист большого таланта. Но вот за пределами поля были проблемы. После турнира форвард не справился со свалившимися на него славой и деньгами. Финал Лиги чемпионов 2005 года стал последней игрой форварда за Ливерпуль. Летом Милан идет на понижение в Астон-Виллу. Тогда же начали одна за другой всплывать неприятные истории. Например, сразу после чемпионата мира в Германии, где он, к слову, сыграл всего 64 минуты, подрался на свадьбе. Через год Барыша лишили водительских прав. В 2009-м общественность Чехии уже требовала отчислить футболиста из сборной. После поражения от Словаков в важнейшей игре отбора на чемпионат мира игрок был запечатлен веселящимся в ночном клубе. Разгорелся настоящий скандал. Это был далеко не единичный случай. Во многом из-за этого Милан прослыл на родине главным футбольным алкоголиком. После Астон-Виллы и Леона некогда восходящая звезда больше не поднималась выше уровня чемпионатов Турции и Чехии. Всего за карьеру он сменил 12 клубов, 8 раз переходил в статусе свободного агента. При этом до сих пор является вторым бомбардиром в истории сборной Чехии. Из профессионального футбола Барыш ушел летом 2020-го. Сегодня тратит свои честно заработанные и поигрывает в полулюбительской лиге за деревушку в Вигантице. Отто Рехагель, сборная Греции Немецкий специалист до предложения возглавить сборную Греции имел за плечами мощнейший бэкграунд. Обладатель Кубка Германии с Фортуной Дюссельдорф, двукратный чемпион Германии и обладатель Кубка Кубков УЕФА с Вердером. В 1995 году работал с Баварией. Через год взялся вытаскивать Кайзерслаутерн из второй немецкой лиги. В 1997 выиграл вторую Бундеслигу. В 1998 Кайзерслаутерн стал чемпионом Германии. Невероятно немец из тех, кто не ищет легких путей. Греция, в свою очередь, лишь дважды в своей истории отбиралась на крупные международные турниры в 1980 и 1994. В шести играх пять поражений и ничья с разницей забитых и пропущенных один к четырнадцати. И вот эту сборную Отто Рихагель возглавил летом 2001. Ну а что случится через три года, мы все прекрасно знаем. Все! Фантастика! Греция чемпион Европы! Боже мой! Кто бы мог подумать в начале этого турнира, в начале этого матча, что одним ударом, одним ударом сборная Греции создаст невероятное чудо! Слезы Криштиана Роналду, слезы Луиша Фигу! Только что это значит сегодня для сборной команды Греции! После турнира Отто Рихагель был признан лучшим тренером года. В Греции же он до сих пор национальный герой. Немецкий специалист с 2001 по 2010 трижды выводил греков на крупные турниры. В 2012-м, за 12 туров до конца сезона, Рихагель пытался спасти тонущую Герту от вылета во вторую лигу. Не получилось. Клуб из Берлина стал последним местом его работы в футболе. На тот момент ему было уже 74 года. Сегодня тренер-сенсация по большей части избегает публичных выступлений. Оно и понятно, 85 лет уже не шутки. Как мы уже говорили, для большинства наших подписчиков, Евро четвертого года навсегда останется в памяти как ярчайшее событие, которое приятно вспоминать. Потому что первое. Болельщики же постарше, наоборот, назовут его одним из самых незрелищных в истории. И как будто символическая сборная это подтверждает. Четверо из этого списка на тот момент только подают надежды. И еще 4 человека – вспышки. И только трое подтвердили свой класс. А все мегазвезды, которых мы перечислили в самом начале, по сути оказались пассажирами. Вот вам, пожалуйста, и оборона сборной Германии. Закат команды. Возможно, мы сейчас видим. Ну а у нас сегодня на турнире выбывает второй фаворит. Итальянцы многие относили к числу прецедентов на чемпионский титул.